Друзья, я приветствую вас на канале Асложно просто. Меня зовут Сергей и сегодня будем продолжать делать каталог товаров, уже версия 2023, то есть с текущего года. Я понял из комментариев, что не все смотрели предыдущую версию 2019, то есть три года назад, которая была выпущена, поэтому я создал все-таки отдельный каталог и сегодня расскажу, что мы будем делать, как будем делать, где смотреть техническое задание, из чего он состоит. И хочу напомнить вам о том, что эта версия каталога не является окончательной, вы можете взять за основу доработать так, как вам нужно. Я хочу показать основные принципы, потому что на основании этого можно уже дальнейшую бизнес-логику развивать, дополнительные фишечки делать, но сам подход, сам принцип изготовления подобного рода API бэкэндов, я думаю, что будет полезен. Ну и сейчас давайте переключимся на гитхаб и я вам покажу, где смотреть что, где как, что будет меняться, обновляться, где будет какой-то прогресс происходить. И заодно вы будете понимать, что мы уже сделали и что мы будем делать. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить изменения и обновления. Подписывайтесь, чтобы писать комментарии, чтобы… В общем, вы все и так прекрасно знаете. Переключаемся. Хотелось бы начать вот с чего. В 2019 году я сделал каталог товаров, вот как вы видите, на версии 2.2 и здесь порядка 18 видео, которые, в общем-то, объясняют то, как вообще сделать каталог товаров. Я рассказал про подходы, про паттерны, про принципы, про механизмы, которые использованы. И буквально это было в 2019 году, а три года спустя я посмотрел реализацию и понял, что кое-что было не так. Я бы, наверное, сделал это по-другому и создал видео работа над ошибками, в котором найти все вот причины, не все нюансы, все ошибки, если хотите, которые были допущены к предыдущей реализации, я описал. Так вот, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, в каталоге товаров 2023 года, то есть текущую реализацию, было бы неплохо, чтобы вы ознакомились. Я прям рекомендую это сделать. В противном случае, многие вещи будут вам непонятны. Ну и, наверное, на этом все. Давайте переключимся в каталог товаров. Есть у меня вот такой вот, собственно говоря, репозиторий. Можете туда сходить и взять исходники. Если прям совсем скучно, можете начинать писать свой. И здесь у нас будет сопровождаться информация о том, в каком месте мы находимся, что мы делаем. Для начала я здесь озвучил некоторые принципы, некоторые механизмы, подходы, паттерны. То есть, то, что будет затронуто, собственно говоря, в этом каталоге товаров. То есть, что мы будем брать в реализацию. И это, в принципе, вы можете поискать информацию по этому. В общем, помимо моего повествования, можете сходить другие штуки в интернете поискать и сравнить, в конце концов. В общем, этого никогда не запрещать. Я бы даже вам очень сильно советовал никогда не слушать одно только мнение, несколько и делать правильный выбор. Ну, это все лирика. Давайте переключимся на правила, требования и, собственно говоря, бизнес-логику. Итак, я скопировал некоторые части. Ну, на самом деле, теперь я их уже немножко поправил. Давайте я прям в реальном времени, так сказать, поправлю. Вот эта вот штука теперь не нужна. Я потому что это обновил. Вот. И для начала пройдемся по некоторым данным, которые будут, собственно говоря, реализованы. Итак, у нас будет сущность. Ну, для начала, да, каталог товаров. Это товары с тегами, с, как называется, ревью, с отзывами, которые, собственно говоря, будут работать на бэкэнде, то есть API. То есть, любой SPA может подключиться и отобретить каталог товаров и все такое. Ну, и ключевой момент у нас есть сущность категория. Здесь описаны некоторые моменты, из чего она состоит. В общем-то, вы это можете и сами прочитать. Есть примерные методы, которые будут реализованы в процессе, ну, вот, реализации этого проекта. Они предварительные. То есть, я предположил, что они могут потребоваться, но, тем не менее, здесь будут проходить изменения. И напротив каждой из них мы будем ставить галочку, что реализованы, нет, это там написано. В общем, здесь можно будет смотреть, как это будет происходить. Также у нас есть сущность, которая называется продукт. То есть, у нас в каталоге может быть много продуктов. Мы чуть ниже посмотрим схему. Также я сделал некоторое количество предположений о наличии методов, которые могут потребоваться для реализации этих, собственно, товаров в этих самых каталогах, ну, на основании того, какие требования были изложены. Дальше. У нас есть такая сущность, как ревью. Это отзыв на товар. Тут тоже, собственно говоря, описано, что это такое, с чем ее едят. И, опять же, я предположил, какие методы могут потребоваться для того, чтобы реализовать этот самый функционал. Ну, и есть сущность метка, которая тоже должным образом описывает как-то работу внутри продукта. То есть, мы не будем их создавать отдельно. Они будут создаваться в процессе создания товара. Ну, и в соответствии с этим нужно будет должным образом обрабатывать их появление в базе и удаление. И здесь где-то можно, в общем, ну, например, вот здесь вот можно прочитать, как это будет работать. Дальше. Есть говорить про более общие требования для сущностей. То здесь, в частности, описано требования для сущности ревью, то есть для отзыва. Ну, и требования для ролей. У нас будет две роли администратор и пользователь. Администратор имеет, соответственно, больше прав. А все, что имеет пользователь, то может сделать и администратор. То есть, у нас у администратора, ну, включаются и пользовательские. То есть, вот это вот у администратора тоже есть. Ну, и еще я нарисовал некоторую диаграмму классов. Она теоретически может как-то измениться. Ну, пока оставим так, как есть. Единственное, наверное, о чем бы я хотел сказать, это то, что, как я сказал, у нас есть основные сущности, категория, продукт, тег и ревью. И у них зависимость здесь в одной категории много продуктов. У продуктов может быть много тегов. Ну, в данном случае их восемь. И один тег может быть у разных продуктов. То есть, здесь связь один ко многим, а здесь многие ко многим. И у одного продукта, соответственно, может быть много ревью. Ну, и, в общем-то, наверное, на этом все. Давайте теперь посмотрим конкретно про собственности, которые мы будем реализовать. Вернее, они уже есть, мы будем их использовать. Здесь я, как сказал, из категории. У нее есть список продуктов. Сущность можно скрыть. Visible будет включать и выключать сразу продукты в ней. Продукт, сущность имеет много тегов. У нее есть одна категория и много ревью. Ну, и, в общем, наверное, не буду останавливаться на подробностях. Единственное, что аудита была реализована таким образом, что когда пользователь создает, ну, то есть, все от нее наследники, собственно говоря, имеет универсальную базовую обработку, которая лежит в DB-контексте. Суть сводится к тому, что если вы не укажете дату и время создания, то автоматически она будет создана при сохранении в базу данных. Единственное, что нужно указать, кто ее создал. И при изменении любой сущности она будет автоматически подставлять время, ну и автора изменений. И за этим, собственно говоря, следить не нужно. Это все прописано в базовых классах. Так, ну и, наверное, тут было бы неплохо еще сказать, что остались исходные файлы от проекта 2019 года. И видео тут же здесь есть ссылка. В общем, я вам настоятельно рекомендую посмотреть, хотя бы несколько видео, особенно какие-нибудь ключевые, в которых используются определенные моменты. То есть, можно поступить обратным образом. Если увидишь что-то непонятное, просто вернуться и посмотреть это на видео за 2019 год. Ну и на этом, наверное, обзор я закончил. Мы переключаемся в Visual Studio. И в следующем видео начнем писать уже реальный код.